Устав от карантинного простоя, мы жаждем одного простого боя. Где с острой болью кровь и пот смешались, и где лихие страсти разыгрались. Мы ждем, но уж недолго ждать, осталось еще чуть-чуть, еще такая малость. И чтобы вам восполнить жажду боя, мы поработали для вас совсем немного. Садитесь поудобнее, ведь для вас The Ring Show начинает свой рассказ. Приветствую всех любителей бокса. Итак, The Ring Show разменяло вторую сотню своих выпусков. И мы уверены в том, что еще 5, максимум 6 наших выпусков, и бокс будет снят с паузы. А затем начнется целый шквал ивентов, которые заставят нас прилипнуть к экранам наших телевизоров, мониторов, смартфонов, и мы будем утолять нашу жажду боя. И похоже, что не только мы соскучились по боксу. Уже сами боксеры вовсю рассуждают о том, кто, когда, с кем и за сколько выйдет в ринг. Об этом мы сегодня и поговорим. 53-летний Майк Тайсон заявил о своем желании вернуться в ринг. При этом само желание Майка Тайсона весьма меркантильно, поскольку за это ему обещают заплатить неплохие деньги. И если сначала речь шла о 10 миллионах для третьего поединка железного против Рил Дил Холлифилда, то теперь глава промоушена Барк Наклз Файтинг Чемпионшип Дэвид Фельдман говорит, что готов заплатить Майку Тайсону целых 20 миллионов долларов против любого бойца, который находится на контракте у Барк Наклз Файтинг Чемпионшип. Эти и много подобных предложений живут с тех пор, как в июне 2005 года Майк Тайсон провел свой последний поединок на профессиональном ринге, проиграв Кевину Макбрайту. И если честно, те видео, в которых Майк Тайсон учит своим приемам бойцов UFC, либо работает на лапах со своим новым тренером, конечно же, увлекательны и абсолютно ничего не значат. Давайте скажем честно. После поединка Майка Тайсона против Ленекса Льюиса стало ясно, что от былого Майка Тайсона не осталось ни следа. Ну а поединки против Дэнни Вильямса и того же самого Макбрайта окончательно убедили нас в том, что Майк Тайсон это живая легенда и только лишь живая легенда. И одно дело в течение 30 секунд молотить по защите и лапам своего тренера, и совсем другое дело проводить куда больше раундов, в которых даже тот соперник, который не имеет такого опыта, как Майк Тайсон, и, конечно же, не может обладать такой силой, которая есть у Майка, может банально его просто перескакать и переработать на функционалке. И кто знает, если в первом-втором раунде Майк Тайсон не нокаутирует своих соперников, то что случится с ним в третьем или в четвертом. Но если говорить о поединках того же самого Эвандера Холлифилда, того же самого Майка Тайсона, который заявляет о своем возвращении, то мы бы очень хотели увидеть эти бои против Джеймса Тони, который, закурив свою сигару, заявил, парни, когда реально решите вернуться в ринг, позвоните мне, и я буду там, где вы скажете. И вот это будет самый что ни на есть настоящий профессиональный бой. Также о своем желании вернуться в ринг заявил и бывший чемпион мира по версии WBF Cruiserweight Энсо Маккоринелли, который после своего проигрыша в июне 2016 года Дмитрию Кучеру заявил, дескать, хватит парней, я сделал все, что мог, и пора отдохнуть. Но, никогда не говори никогда, Энсо Маккоринелли заявил о своем желании не только вернуться в ринг, но и вернуться для проведения поединка против чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе и Лунги Маккабу. И вы не поверите, какая причина заставила Энсо Маккоринелли подумать о своем возвращении. Нет, это не деньги, он достаточно обеспеченный человек и нежелание славы. Дело в том, что Энсо Маккоринелли провел на любительском ринге 50 поединков, а в профессионалах всего лишь 49. Поэтому, по его словам, он говорит, у меня просто все чешется, и горю я желанием провести в профессионалах также 50 поединков. Но одно дело выходить для проформы, другое дело выходить для чемпионского поединка. Так это или нет, покажет только время. Хотя к самому заявлению Энсо Маккоринелли мы относимся с большим уважением, но не верим в то, что Илунга Маккабу предоставит Энсо Маккоринелли шанс на проведение боя. И если говорить о возвращении самого бокса, то глава одной из самых авторитетных промоутерских компаний Мексики Zanfer Promotions Фернандо Бельтран уже обещает любителям бокса в июне 4 боксерских ивента, где главные поединки проведут чемпион мира по версии WBO в наилегчайшем весе Эммануэль Наваретте, чемпион мира по версии WBC в первом легком весе Мигель Берхельт и чемпион мира по версии WBO в первом наилегчайшем весе Элвин Сотто. Причем на кону в этих поединках чемпионские титулы стоять не будут, поскольку ни президент WBO Франциско Валкарсель, ни президент WBC Мауриция Сулейман не согласились санкционировать эти поединки в качестве чемпионских. И продолжая о возвращении бокса, о своем желании в июне начать проведение боксерских ивентов, заявил и глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум. Правда, он заявил о том, что им будет снята целая гостиница, в которой в течение 30 дней будут проживать как сами боксеры, члены их команд, судейская бригада, супервайзеры, медицинская бригада, обслуживающий телетрансляцию этого боя, персонал телекомпании SPN, и подобные гостиницы Боб Арум готов снять как в штате Невада, так и в штате Калифорния, и проводить поединки, к сожалению, без зрителей. Ну, а британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил о том, что в июне, а скорее всего в июле, если, конечно же, позволит ситуация с пандемией коронавируса, он также собирается проводить поединки в студиях телевизионных компаний, без зрителей, и это будет начало возвращения большого бокса. Ежели говорить о его коллеге, британском промоутере Эдди Хирни, то он, по его словам, собирается возобновить свою промоутерскую компанию также в конце июля, в начале августа, но, скорее всего, по его словам, все поединки будут проведены уже в сентябре. Так что, слава богу, бокс, по крайней мере, начинает, начинать возвращаться к его любителям. И на прошлой неделе разразилось очередное бла-бла-бла трэш-шоу между Оскаром Далахоей и Конаном Макгрегором. Дело в том, что Оскара Далахоя спросили, дескать, а не хотел бы ты провести поединок против Конора Макгрегора, на что Оскар Далахоя сказал, да я уделаю этого парня в двух раундах и нокаутирую его. Естественно, эта информация была вынесена на людской суд, ее услышал Конор Макгрегор, и он заявил, что согласен выйти в ринг против Оскара Далахоя и провести поединок против него по правилам профессионального бокса, на что неожиданно Оскар Далахоя сначала сказал, я не против, и я действительно нокаутирую тебя в двух раундах, но потом, видимо, подумав, извесився за и против, заявил, вообще-то, Конан, я не бросал тебе вызов, меня просто спросили, хочу ли я провести с тобой поединок, и я вот ответил, что нокаутирую тебя во втором раунде, но буду я проводить с тобой бой или нет, я и сам не знаю. Вот они такие парни, которые некогда блистали в ринге и были всеми любимыми чемпионами, а став промоутерами, начинают думать, а за те ли я деньги буду выходить в ринг против Конана Макгрегора. Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Эндрейд заявил о том, что готов выйти в ринг против обладателя пояса чемпиона мира по версии WBC в Миддлвейд Жермала Чарло. И по словам Эндрейда, если Чарло вдруг откажется от проведения с ним боя, то он готов подняться на категорию выше, во второй средний вес, и встретиться там с чемпионом мира по версии WBO Билли Джо Сондерсом, даже несмотря на то, что британская комиссия контроля за боксом отобрала у Сондерса его боксерскую лицензию. Также Деметриус Эндрейд заявил, что ни за какие коврижки он не будет выходить в ринг против, например, Сауля Альвареса, либо чемпиона мира по версии WBA Super и WBC Diamond во втором среднем весе Калума Смита, если арена не будет заполнена зрителями. И на крайняк, если уж все варианты обломаются, то Деметриус Эндрейд готов выйти в ринг против бывшего чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Даниэля Джейкобса, который сейчас боксирует в Super Middleweight, даже несмотря на то, что они хорошие друзья. Но если деньги будут правильными, тогда почему бы не боксировать хоть чертом лысым? И похоже, что Даниэль Джейкобс становится одним из самых желаемых соперников Super Middleweight. По крайней мере, о желании выйти в ринг против Даниэля Джейкобса рассказал контендер Джон Райдер, добавив, что победа над Джейкобсом позволит ему провести вновь уже второй поединок против обладателя титулов чемпиона мира по версии WBA Super и WBC Diamond Калумом Смитом. Тренируясь, готов взять себя в руки и стать прилежным учеником для своего нового тренера Энди Рейноса, который также тренирует Сауля Альвареса, бывших чемпионов мира Оскара Вальдеса, Луиса Нерри и проспекта легкого веса Райана Гарсию. Ну и нужно сказать, что для Энди Руиса Рейноса будет уже третьим тренером после Абеля Санчеса и Мэни Раблеса. Посмотрим, насколько сотрудничество Энди Руиса и Рейноса будет перспективным. Президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес заявил о том, что в 2021 году Сауля Альвареса ожидает проведения поединка за рубежом. И, скорее всего, это может случиться в Японии. По словам Эрика Гомеса, его команда собирается вернуться к переговорам об организации поединка Альвареса против чемпиона мира по версии WBA в среднем весе Риота Мурата. И главной причиной того, что возможно Альварес сразиться с Риота, в том, что у Риота очень и очень богатые спонсоры, которые готовы оплатить не только гонорар Альвареса, но и все расходы по организации поединка. А кто не хочет заработать и при этом ничего не вложить. Ну а что касается поединка Сауля Альвареса, который он проведет в этом году, то, по словам Эрика Гомеса, они готовятся к бою, который состоится около 16 сентября и будет посвящен главному празднику Мексики, Дню Независимости. Кто же станет соперником Сауля Альвареса, пока неизвестно. По словам Гомеса, они по-прежнему рассчитывают на то, что этим соперником станет чемпион мира по версии W в супер-миддлвейт Билли Джо Саундерс, при условии, конечно, что ему вернут боксерскую лицензию. Но если этого не случится, то, по словам Гомеса, свято место, конечно, пусто не будет, и они обязательно найдут соперника. Кстати, Сергей Деревянченко говорит о том, что ему было сделано предложение от команды Сауля Альвареса, а так это или нет, узнаем буквально через месяц-полтора. Вот и все, о чем мы хотели рассказать вам в этом выпуске The Ring Show. Заходите на наш YouTube-канал, подписывайтесь на него, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, делитесь нашими видео, оставляйте свои комментарии и лайки. Также ищите нас в социальных сетях и пабликах Instagram, Twitter, Viber, Telegram. Становитесь нашими друзьями на Facebook. Пишите нам по адресу нашей электронной почты theringshow.gmail.com Ждем вас на нашей странице theboxing.com.ua И, конечно же, помните, где бы вы ни были, и что бы с вами ни случилось, все всегда будет бокс! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok